Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях начальник управления учебно-воспитательной работы Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Юлия Завертяева. Здравствуйте! Если можно, расскажите, пожалуйста, по каким направлениям Вы работаете с Вашими студентами? Воспитательная работа у нас неотъемлемая часть образовательного процесса, и она имеет несколько направлений. Среди них и профессиональное воспитание, и поддержка талантливой молодежи, и вовлечение молодежи, студентов в социальную практику, патриотическое воспитание. Ну, вот такие основные направления. Патриотическое воспитание. У нас в этом году юбилей, 70-летие Великой Победы. И в связи с этим наверняка у Вас есть какие-то акции, в которых студенты участвуют. Да, безусловно. Этот год вообще богат на юбилеи. У нас 100-летний юбилей нашего университета, и все мероприятия, которые сейчас в течение года проводятся, они под эгидой этого юбилея проводятся. И 70-летие Победы – это тоже значимая дата. Поэтому у нас, что касается воспитательной работы со студентами, есть уже примерный план тех мероприятий, которые будут осуществляться под лозунгом 70-летия Великой Победы. В нашем университете, когда отмечался 65-летний юбилей, проходила студенческая акция, которая называлась «100 дней до победы». Это была инициатива студентов, то есть это был проект, который студенты представили в лагере-семинаре студенческого актива, и он был поддержан в университете и, соответственно, реализован. Программа эта была, акция «100 дней до победы», проводилась в течение трех месяцев, отсюда вот и название «100 дней до победы». И в этом году мы вместе со студенческим активом планируем ее возродить, но наполнить новым содержанием. По программе акции, если говорить, то она включает в себя мероприятия студенческих объединений, которые у нас в университете есть, факультетов, активы факультетов активно будут вовлечены в организацию именно. И у нас очень большая надежда на то, что максимальное число наших студентов будет вовлечено в мероприятия по сохранению истории Великой Отечественной войны, победы, героев Великой Победы. Если можно, чуть подробнее о мероприятиях, которые планируются. Среди мероприятий, акции будут, ну, например, соревнования по стрельбе, которые будет организовывать факультет физической культуры и спорта. Это будут патриотические викторины, которые тоже факультеты организуют. Ну, вот на примере прошлого опыта, юридический факультет у нас, например, выпустил сборник льгот для ветеранов, для пенсионеров. Сборник с номерами телефонов, которые как раз востребованы людьми старшего поколения. И как-то потом эти сборники, они распространялись? Распространялись, конечно. Именно среди ветеранов? Ветеранов, да. Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. Потому что здесь не только для категории ветеранов Великой Отечественной войны была информация, так же для всех пенсионеров полезная. Ну, можно сказать, что старт нашей акции, он уже, ну, так негласно начался. Потому что 26 января ушел в свой звездный поход звездный отряд РГУ. И они сейчас находятся, ребята, у нас в Строжиловском районе и тоже уже ведут работу по тому, чтобы помочь ветеранам, пообщаться с ними, записать их воспоминания, чтобы потом использовать у себя вот в университете. А также еще у нас наш туристический клуб «Вибр» тоже сейчас находится в туристическом походе по местам Рязанской области, которые связаны с историей Великой Отечественной войны. И вот неделю они будут в Захаровском, Михайловском районе и закончат свой туристический поход в Тульской области. То есть это как раз те места, которые связаны с историей Великой Отечественной войны. Они потом каким-то образом будут оформлять полученные ими в свете? Да, безусловно. Мы будем использовать этот дальнейший материал для того, чтобы распространять его в студенческой среде, чтобы как можно больше ребят соприкоснулось с этим материалом. Я смотрю, у вас даже какая-то такая своя символика этой акции есть. Да, символика есть. И она тоже очень широко распространяется среди студентов. Все участники акции, они все получат как минимум по значку этому «100 дней до победы». Юлия, а насколько вообще на сегодняшний день студенты увлечены подобными акциями и хотят или не хотят в них участвовать с желанием, без желания? Ну, я думаю, что за своих студентов Рязанского государственного университета я могу точно сказать, что ребята активные. Они инициируют подобные акции, мероприятия, активно участвуют. Активно участвуют в региональных акциях, которые предлагает Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта. И, ну, например, вот в прошлом году у нас был штаб акции известный «Парад победителей». И мы планируем тоже в этом году активно принять в ней участие. Поэтому очень активно. Ну, вот если можно, несколькими словами, все-таки основная цель вот этой акции. Чего вы хотели бы добиться? Мы хотели бы обязательно сохранить историю, чтобы студенты соприкоснулись с этим материалом. И обязательно, чтобы они что-то сами сделали. Потому что ничто так не запоминается, как то, что человек получает в деятельности. Ну, вот в этой тематике. И охватить как можно больше число студентов. А можно как-то выделить, кто более охотно в этих акциях участвует? Я не знаю, может быть, студенты-историки. Ну, те, кто непосредственно с этим связаны. Ну, есть такой момент. Конечно же, студенты факультета истории международных отношений – это, ну, флагманы, конечно, патриотической работы у нас в университете. Также можно отметить факультет социологии управления. На базе этого факультета у нас действует волонтерский патриотический отряд, на которого сейчас в акции очень большая надежда и большая ответственность. А планируется работа с ветеранами именно в Рязани? И если да, то какого рода работа? Не знаю, может быть, студенты будут приходить, помогать по хозяйству. Каким образом? Ну, посещение ветеранов – это просто уже системная работа. И через студенческие объединения она осуществляется индивидуально, ребятами, через пункт добровольчества, который у нас в университете есть. Он объединяет все волонтерские отряды университета. Безусловно, эта работа есть, она будет продолжаться. И сейчас, ну, логично, что ее будет больше. Вернемся к акции «Сто дней до Победы». Мы вот сказали, что она уже практически стартовала. А каким образом она завершится? Это будет какое-то мероприятие, где будут подводиться итоги? Каким образом это будет выглядеть? Да, она завершится уже после 9 мая. Мы планируем ее завершить 14 мая. Посмотрим, может быть, это будет концертный зал города, где будут подводиться итоги. Будут награждаться ребята, которые заняли места в конкурсах, предложенных факультетами или студообъединениями. Будут приглашены партнеры, которые принимали участие в организации мероприятий, руководство университета. Я думаю, да, будет большое закрытие. Ну что ж, Юля, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, рассказали о вашей замечательной акции. Я надеюсь, что наша телекомпания с удовольствием будет освещать те события, которые будут у вас проходить в ее рамках. Спасибо большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!